Вечи, уважаемые, мы обезопасились в машине и хотим вам рассказать то, что мы выяснили. Вот этот человек слева, в джинсах такой, он, по-моему, стоит и смотрится в порядке. Также есть контингент, который подходит сюда, к этим людям, и рассказывает ужасы про западную Украину. Есть у вас кто-то из них? Нет, вот она сказала, что пришли двое человек, и они представились оригинальными, и рассказывают, что их там бьют, унижают, режут, и это страшное... А, да, я слышала крик, значит, женщина кричала, что ее мать убили бандеровцы. Это женщина в синем, по-моему, была. Теперь вот этот мужчина, сейчас я его покажу, он стоял со мной разговаривал. Где там он пошел? Он, наверное, тут где-то стоит. Долго я с ним стоял разговаривал. Он говорит, значит, у Керчи в больнице лежит пятеро женщин с Майдана. Которые их там накачали там колесами какими-то, ну, это прибавляет там. И в красках начинает рассказывать, что они до сих пор не могут отойти. Их там платили. Но они путаются. Даже 8 тысяч платили. Да, они путаются. Они не говорят иногда, что с Анти и Майдана их привезли. Они говорят, что они боролись за власть. Да, ну, это их подловить на ногу можно. Там женщина, которая крикливая в светлом платье, таком сером. И шапочка такая интересная. Она, ее подловили офицеры, значит, она говорит, а ты кто тут такой там, т-т-т-т-т. А он говорит, ну, покажите свой паспорт. Она достает пенсионную книжечку свою. А там не указано там детали. А он говорит, ну, паспорт, подождите, я свою. Свою бывшую военнослужащую часть. И просто проживаю здесь, на территории. И она сразу замелась. Замелась, зато там начало переводить. То есть ты хочешь сказать, что это, возможно, даже не граждане Украины? Это сыгранное, может быть, граждане Севастополя. Несколько человек здесь в Севастопольске. Есть приезжие. Но это инсценированное. Вот идет, видно этих людей. Тут просто их мало, и это все можно наблюдать. Вот эта красная кепочка этим заправляет все время. Как только стихает дискуссия, он сразу подходит и начинает шарманочку заводить по новой. Он наблюдает за этим всем. Ему постоянно надо подогревать. В чем отличие? В том, что я с каждым разговаривал, с многими разговаривал, и в итоге всплывается, что им это, в принципе, ничего не надо. У них свои проблемы. Они знают, что тут мафия, что мэр, там, ворюга, проворовался. Им надо с этим ворюгой побороть его. Они живут насущными проблемами. Ну, просто, что по схеме, по сценарию, это человек, видимо, их знает. Какую-то денежку, наверное, платит или чем-то еще их там. Вот я видел, что водочкой их подживляют. Понимаешь? Вот постоянно там многие закачанные. Ну, схемка идет. Я говорю, как только затихает вот этот шумок, подослали, он со стороны части, вроде бы как, он знает этих офицеров. Подошел, и тут же кидается на этого, якобы, на каждого там, который за Россией, а он якобы за Украину. И прям кидается, вот прям толкает, в Драку лезет. Ну, ты заметила реакцию? В Симферополе там другая, там сразу лезли в Драку. А тут люди сразу дистанцируются от конфликта. Вот все мне понравилось. Вот в этом плане. Вот еще вот едем, подтянулись, видишь, приезжают. Подтянулись, их подвезли, видимо, это специально. Потому что они видят, что тут даже видно, с торбочками пришли. Ты видишь? Привезли их, видно, вот. Вот, все едут с торбочками, ты видишь? Ну да, но это же какие-то материальные ценности, которые они передают этим, ну, материальные ценности. Это какая-то еда, которые они, вот, шоколадки, то есть они передают их, я так поняла, всем. И тем другим, и за мир, как бы, все такое. У людей мало, и схемка, которая разрабатывается, очень четко прослеживается. Очень четко. Я понимаю. Так, значит, проживемся пока на этом. Да ладно. Ого, бежи. Вот смотри, опять он пошел заводить. Ты видишь? Ну да. Ты помнишь? А, вот с этими я вот типочки разговариваю. Ну, меня больше меня поражает, что... Вот так вот. То есть это настолько явление впечатляющее. Ну и они... И второе, что меня поразило, что как только у меня схватился один из них за планшет, второй его остановил. Я очень благодарна и счастлива этому. Хорошо, такое... Ну, тут все пошло просто, это все видится по кругу, и, к сожалению, оно такое... Ну да, оно все время крови. Ну, достаточно все душно, как бы, потому что это все, как бы... Они пошли, разработали какую-то еще попытку провокации, а этот, видимо, ведется, вот этот майор, командир. И создается, это, по-моему, информационный повод. Тут подвезло еще, подвезено еще 10 человек, но говорится, что у нас много там и так далее. Вполне возможно, они хотят спровоцировать какую-то драчку. Вообще-то мне так кажется. Ну, просто это дело в том, что не с кем драться, поскольку представители проукраинских, как бы, сил, они так и не явились, хотя нам заявляли, что они будут. И на данный момент просто непонятно, кто с кем будет драться. Если тут устроить драку нужно, то нужно подвозить своих. Вот, что-то рвут, Господи, милостерные. Ладно, пойдем посмотрим, что они рвут. Я думаю, теперь возвращаться, но, тем не менее, что-то там порвало, какую-то петицию. Можем он. Симодан, вокзал, Украина! Симодан, вокзал, Украина! Симодан, вокзал, Украина! Симодан, вокзал, Украина! А нет, драку все-таки спровоцировали, смотрите. Вот, что украина... Если вы ворюки, будьте добры. Поступите на это. Будем с вами по закону. Мы хотим с законом меньше. Давайте свои лозунги, и пусть ваши люди ответят. Я не задал вам вопрос. Лозунг был про украинский. Я успела там прочитать. Почему вор не должен сидеть в тюрьме? Поясните мне, пожалуйста. Зачем сейчас оскорбляешь человека? Потому что он меня обворовал. Это этот человек, который говорит так. Он сегодня ездит на БЭК и говорит, а вы про Ирак. Пиши заявление. Я с ним лично пришел разобраться, он не вышел из дома. А потом он мне сказал, я клянусь, я сегодня заберу татару и вас повылезают. А кому я должен писать заявление? Тому же, кому он приносит деньги. А кому, друзья? Приносит уже милицию и так далее. Он мне сказал так. У мусоров лично есть такой лозунг. Если ты будешь драться с людьми, ну то есть из оперативных денег, которые ты заработал всех, у них нет понятия. Вы сходили. Вот это ты. Война. Тут Крым. Идите на война. Идите на война. И вот такая у нас обстановка. Крыму нет. Очень стыдно за наших людей. Очень стыдно за Россию. Очень стыдно за... Потому что люди не думают абсолютно. Принимают путинскую пропаганду за чистую монету. Не хотят смотреть, как... У нас меньше недели назад начали каналы показывать правду. А просто люди выключают перчатку, как украинские каналы, и говорят, что все это неправда, все это ложь и пропаганда. И в интернете, пожалуйста, смотрите ролики, как Путин, не Путин, Янукович, не Янукович. Ну как убивают наших безоружных людей на Майдане. И как... Здесь, посмотрите, насколько они агрессивные. Вырвают... Все агрессивные. Все стоят за лентой наши. Это гопники. Наши русские стоят за лентой. Нормальные ребята, вы пришли. Бьют. Пришли сюда. Я не бьют. Я не бьют. Провоцируйте нас своими лозунгами. Я керчаю. Я зашел. Я в другое. Вон линия. Пожалуйста, давайте для вас. И не будем провоцировать. Это моя земля. Провоцируйте людей. Это не твоя территория части. Это моя земля. Провоцируйте. Так, отойдите. Господи, сейчас самое страшное слово. Это провокатор. Давайте за лентой. Давайте за лентой. Крым. Это Украина. Крым. Это Украина. Не надо провоцировать. Керчь. Это Украина. Керчь. Это Крым. Пойдем. Крым. Это Украина. Это Украина. Не надо. Пусть ребята здесь вот сами разберутся. Не надо нагнетать эту обстановку. Я вас попрошу, пойдемте и пресса, и все. Пойдемте сюда. Пока не будет. Да. Пойдемте отсюда. Не будем здесь. Все, все. Давай, все. Я не могу. Вот такая постановка реально достойная дита. Я не знаю, институтского КВН. Я говорю, ну я думал, что они отмулили там, ну что они просто так. Я говорю, ну ладно, подсихай. Я смотрю, я такой полководельник, говорю, не фера себе постановые выренищи. Я говорю, слышь, да у нас, говорит, есть. Мы сто процентов забираем и там даем пять процентов. Я говорю, о, говорю, ахинь, на кого я работаю. Я говорю, он машину имеет с меня. А я, бля, футболый босс. Ну вообще, очень грустное зрелище. И со всех сторон, я так понимаю, самое страшное обвинение – это провокатор. Вот ты провокатор, не надо провоцировать. Главное, непонятно уже, какое действие подпадает под определение провокации, но постоянное обвинение в провоцировании летят со всех сторон. Провокатор и вот, 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 провокатор и вот. Вот, журналистам достается густо, не милосердное. Вы собрались в грабы чего? Дабы полизать жопу другому. Вы предали судьбов, которые воевали против фашизма. Ваши дети сейчас в гробу переворачиваются. Подобайте о них. Они жили такую жизнь, как у вас, понимаете? И мы не родим, и мы с поднимем. А какой вы поднимем, ребята? Идите по домам. Почему бы нам поставить руки по домам? Что бы такое? Ребята, оттуда вы приехали? Оттуда вы приехали? Ушам придет и скажет, что я сказал, что вы. Это часть, подчиненная фашистам пойдет в город, ты первый взгрызнешь. А мы будем стоять здесь, чтобы они не пошли. Понял? Вы приехали на свырец? А я здесь живу. Вы приехали. Зачем сюда? Вы везли подержать. У меня самар, у меня пулемет. Подождите, вы в партии Юлии Евгеньевне. Я не в партии. Я на коляске, что в луках. Я живу в Керчи. Я за умных людей. Умные люди сегодня. Не смотрят телевизор. Российский канал. Не позволяют промывать. Не уборный. Смотрите сегодня. Кто его выбрал? Посмотрите сегодня. Увы выбрал здесь. Вы выбрал здесь. Вы знаете, что сегодня вы не переворвете. Вы знаете. Думаю, что вы не пришли. Вы не стоите здесь. Извините. Ответь на вопрос, кто выбрали в Киеве? Можно мне одного адекватного с кем поговорить? Зачем тебе адекватно? Одного. Ответь на вопрос, кто выбрали в Киеве? Вы разные. Отлично, вы все разные. Вы считаете, что сегодня происходит в Киеве? Вы там были в Киеве? Я там не была. Я там была. Вы были где на Майдане? Майдан не моя. Вы представьте, я поехал в Киев по другим делам. И я зашел на Майдан после вот этой пропаганды путинской здесь, терчинской. А какой Путин? Ее здесь и не было. Колеса палили, дети жрали этот дым. Мне скажи, а? Ты мне объясни, вот это. Вы меня перебиваете. Открыл тебя, дети, ты уперлый. Колеса жгли, потому что снайперы убивали людей. Снайперы. Чего начался Майдан? Ответьте мне, молодец. Когда дым, они не могут попадать. Они убирают народ. Посмотрите. Вы мне пить на лотос, чего начался Майдан? Посмотрите, посмотрите видео. Посмотрите видео. Чего начался Майдан? Посмотрите видео из интернета. Кто палил живьем, а? Ребята, ребята, вы же, ну, вы же не слушаете вообще ничего. Я вам задаю вопрос, чего начался Майдан? Майдан начался с того, что начали избивать студентов, которые вышли за свою свободу. Кто это кузна? За свою свободу. И я, и я, и я. Давайте отойдем. Вы, смотрите, вы неадекватные. Вам научитесь разговаривать. Почему он не разговаривает? Почему я не умею подключать? Вы же не слушаете никого. Мне стыдно. Вот я, Керчанин, но вы Керчанин. Я вас не видел никогда. Скажите. Ответьте мне на вопрос. С чего начался Майдан? С чего начался Майдан? Не с паления колес. Объясняю. А с того, что студенты, подготовленные студенты, члены партии. Кто вам это сказал? Где вы это взяли? Это я вам говорю. А откуда вы это взяли? Потому что я была в Киеве в первые киевы. Ну, не надо. Не рассказывайте. До того, как начали полить. Не рассказывайте. Не рассказывайте. Кто вы в Киеве? А с этой жизнью на образовании сказано не была в Киеве. Ну, ничего. Вы же говорите, не были в Киеве. А вы сейчас говорите, что вы были в Киеве. На Майдане когда жгли колеса, конечно, я не была. У меня есть здравый рецепутат. Ваших друзей поубивали там, нет? Там не было моих друзей, потому что совершенно разные взгляды. А вы видели? Вашего сына убили на Майдане. Вы видели, как бездорожных людей убивали на Майдане? Вы видели? Подожди. Я не была. У нас в Киеве разные. Вы подготовлены пришли к Майдану. Вы начали первыми. Понимаете? Потому что половина Украины не хочет идти к Майдане. Меня никто не посылал. Я сам приехал. И там все мои друзья на Майдане. Все мои друзья. Свои деньги приносили. Покупали продукты, приносили. Понимаете? А вы это понимаете? А вам сейчас говорите. А вы нам ехали на мою родную землю предков. Кровью облигую. Уходи отсюда. Я сажусь в Кае. Вон. Ставьте земли крови. Вы же... Вон отсюда. Мне очень стыдно. Уходите отсюда скрыть. Пройдет время. Вы потом увидите себя. Дружище. Давай, не надо. Пойдем. Ребята. Понимаете? Майдан Майданом. Смотрите. Ребята, мы все девчонки. Мы же все в одном месте живем. Но мы против Евразии. Как попадете? Именно правый сектор активизировал Майдан. Вы понимаете? Преступники. Если, когда я слушал, смотрел телевизор, я точно так же думал, как и вы, ребята. Вы мне ответите на вопрос. Но это же вранье было. Первый день почему... Да что вранье было? Подождите. На временем все. Сначала шло. Да ну никто вас никуда не тянет. Да как оттуда Майдан взялся? Смотрите. Привыше поддержать Евросоюз, Евроинтеграцию. Мы против. Секунду. Я тоже не против. Смотрите. Я здесь в Керчи. Я закончил наш морской технологический институт механиком. Я проплавал больше, чем в 20 странах Европы. Поверьте. Поверьте. Люди там живут по-другому. Люди там свободны. Там не ворвают плакаты. Вы русские. Там не затыкают людям рот. Вы русские. Вас обманывают. Путин обманывает. Путин лжет. Путин. Вы видели здесь бандеровцев? Вам рассказывают, что бандеровцы... Вы мне пропаганду на Майданах. Вы не видели? Не надо делать мне майдановского промывания мозга. Вы не видели бандеровцев? Я вам задаю конкретный вопрос. Первый день образования Майдана. Вы видели тут бандеровцев? Вы не ответили на вопрос. Первый день появления Майдана. Их нет. О, привет. Как бандеровским флагом. Я видела рядом с тобой. Я бандеровским флагом. Ну хорошо. Черт с флагом, наводи на нашу землю. А вы здесь не можете воскрыть, понимаете? Я видела на площади у нас, площадь Ленина. Я посредитель этого. Лиза, ты знаешь, что я кирчанин? Знаю. Ты знаешь, что я ни от кого денег не беру? Ты знаешь, что я ни от кого денег не беру? Вот объясни это женщине. Я знаю, что я сирота и рада, что фашисты. Я вам землю предъявам. Фашисты? Фашисты сейчас с винтовками и автоматами. Это наши защитники. От кого? От кого? Да, я видела, был бер. Я видела. Как они кричали, говорили, что они город не берут. Зачем вы меня обвиняете в том, чего я не делал? А почему вы с ними взяли? Они кричали. Смотрите, смотрите, сегодня, если сегодня Украина приедет и заблокирует Кремль, как к этому отнесется? Да не по-русски, они защищают Руссию. Они защищают Руссию. Обычайно, это нормально. Украина в Кремле делать нечего. Мне не нравится вам. А это Русс. Сядем паспорта. Берете паспорт, идите мне в Европу. Это нам предстоящее по своей стране. Они бандеры. Бандеры стоят рядом, угрожали, я сама кричала. Тебе угрожала? Я напишу. Как он угрожал? Как он угрожал? Они перевернули, они избили кровь. А ты знаешь о том, что они здесь у нас в Кремче? И они собирают информацию. Лида, какую информацию? Да, информацию. Ну смотри, ты готова меня побить сейчас. Это правда. Я не буду. Я не могу взять печенюшки от этого и продать свою страну, Украину. Вас нету ни на каких Майданах. Вы здесь есть. Поэтому я сюда приеду. Да, Майдан это не моя тема. Потому что Евросоюз это не моя тема. Понимаете? Я не подерживаю. Пого расстреляю. Вот уже 88 человек убили на Майдане. Я не знаю, что я такое говорю. У меня знакомая там была. Нищенко была за ней и живет в этой стране. Ну не столько угрожали. При этом правительстве. 250 тысяч. А я вам еще раз говорю. Вообще, Майдан... Мало того, она сегодня лечится. Я не за деньги там. А она там была. Она анти-Майдан. И 90 процентов. Она анти-Майдан. И вас возили за деньги. Вы мне отвечаете на мои вопросы и улыбаетесь. Понимаете? Я улыбаюсь, потому что мне стыдно реально. Вам нравится Европа, а не стыдно. Я хочу здесь здесь. Чтобы меня Янукович и Путин не обворовали. А я хочу здесь жить. А Путин вру. Донецк и меня не обворовали. Вы понимаете? Донецк, чтобы не воровались. А ты считаешь, что ты будешь здесь? Ты не будешь здесь жить. Нет. Я живу и буду здесь жить. Мы просто тебя выгоним. Все, правильно. То есть вы хотите войны. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю. Час, который кровью облитой землю теперь нас оскорбляет, унижает. Как вас лично отворвал Путин? У меня доходы упали в несколько раз с того момента, как пришел к правлению царек по фамилии Янукович. Так, а какое отношение так? У людей... Ну, здравствуйте. Вы не знаете, вы не в курсе. Вы не в курсе, как по всей Украине сейчас идут купленные ребята. Например, подождите секунду, как вы связываете? Я объясняю. Якобы Путин, вор, убийца, убежал, и почему-то он убежал в Россию. Почему-то Путин сегодня... Я покажу, как он связан. Почему-то человек, который вор, который конкретно... Вы можете мне дать возможность сказать или нет? Так вот, вор и убийца Янукович, которого должны экстрадировать в Украину, сегодня сидит в России. И на основании его лживых показаний сегодня вот этот вот лживый Путин приводит сюда людей с автоматами и пулеметами. Против вас и против меня. Потому что убивать будут... Вот эти нацисты будут убивать. Вот эти ребята, которые по указке Путина приехали... А, это которые с вами пришли? Российские солдаты у нас на улицах. Вы что, не понимаете? Слава Богу! Как вы у тебя доспеете спокойно? Они не у нас на улицах. Они у себя дома. Они не у себя. Где их лычки? Посмотри. Почему они как воры здесь? Люди, выходите, почему они как воры? Вы хотите идти к нашим? Вы сейчас на наших улицах. Ребята, вы у нас в гостях. Да я не в гостях не у себя дома. Ребята, вы к нам возвращаемся. Мы переживаем очень за ваше здоровье. Стали красиво. Что вы стоят тут мне? Ну, подождите, они свои на нас, да? Равняйсь! Стоять! Равняйсь! Струнка! Бильная! Вот теперь доводите обращение. Где? Звернание! Сейчас Манка зачитает вам обращение. Хочет обратиться к вам, молодые люди. Вы делайте свои выводы. Да. Уважаемые военнослужащие, мы жители Керчи, там есть мамы, чьи-то сестры стоят, но все нервничают и переживают в этой сложившейся обстановке, поэтому мы обращаемся к командиру воинской части. Мы обеспокоены сложившейся ситуации на Украине и призываем к невыполнению нелегитимного сегодня правительства, которое заняло позиции в Украине путем захвата, самозахвата власти, не выполнять дурных наказов, которые могут поступить в любую воинскую часть Крыма, Украины. Так как сегодня рядом находятся тоже ребята в военной форме, чтобы вас не столкнули лбами, мы просим вас в случае поступления каких-то приказов, там в ружье, я скажу гражданскими словами, я очень нервничаю, оставаться на территории части и не выполнять этих приказов. Мы очень за вас переживаем. Пожалуйста, очень просим вас, чтобы вы оставались в части и не подчинялись дурным приказам. Мы обращаемся к вам с просьбой принять то, что сегодня происходит в Крыму, признать правительство Крыма. И мы, как крымчане, как народ Крыма, обращаемся присягнуть, хотя присяга даются один раз, на верность народу Крыма. А дальше решать каждому из вас. А может, спросите, у вас тут что вы говорите? Чтобы женщина не была кровя. Вы как матери обратили сейчас. Итак, мы от жителей Керчи. Да. Керчанка. Вы опять пытаетесь провокацию? Я спросил, просто кто вас уже? Провокационные вопросы. Вот у вас все провокации. Что здесь просили у вас все провокации? От жителей Керчи и от матерей. Не, ну вы просто задали вопрос, что от матерей. Я спросил, у вас здесь части кто-то спросит? От жителей Керчи и от матерей. Ребята, пожалуйста, думайте головой. Мы вас тоже поддержим. Выполняйте законы Украины, конституцию и отданную присягу. Я думаю, что командиры вам доведут до сведения. Поэтому матерей у нас много, мы их тоже любим, уважаем. Вы должны их помнить, звонить им, заботиться о них и знать о том, что они вас тоже помнят. Поэтому самые главные законы Украины, конституция Украины, руководство. А я думаю, что в дальнейшем разберутся люди, кто законное правительство, кто незаконное правительство. В дальнейшем вот именно разберутся, чтобы не наделали глупости, чтобы не поубивали, не столкнули друг друга. Не провоцируйтесь. Да, не провоцировать ни в коем случае, не поддаваться на провокации. Не убивать своих. Говорят, не подчиняться приказу, это, конечно, неправильно. Это правильно. Личко на своего брата никогда не пойдет. А нас сталкивают лбами, видите. Не вы там стоите, чтобы говорить, подчиняться, не подчиняться. Вы обращались, я же вам... Я обращалась. Ну вот и дядочек. Ну все, ребята, удачи вам в службе. Что все было у вас хорошо. Правильно. Спасибо. Нелегкое время у вас. Что все было у вас, что все было у вас, что все было у вас. Мне кажется, некоторые вещи можно просто не комментировать. Сейчас произошла передача петиции личному составу. Потому что держит в руках наш командир, которого мы уже с утра сопровождаем. Он обещал довести эту петицию до сведения бойцов под подпись. Сейчас мы видели, что личный состав услышал эту петицию. Наконец-то мы увидели представителя еще каких-то мнений, кроме пророссийских. То есть было представлено два мнения под этими воротами. И вот эти вот россияне. Вот интересно, откуда они, что они будут рассказывать, когда придут домой. Как это было. Тут у нас продолжается та же самая дискуссия. Ну хорошо, вернемся. У нас появился человек, который был на Майдане. Я просто, честно говоря, поражаюсь его смелостью и тому, что он нас тут открылось. Я могу повлиять на вас сегодня здесь, чтобы вот эти вот ребята уехали. Им надо убраться. Почему, когда он там сидел здесь, не разграбили? Да не было такой войны. Власти нет. Вор у власти был. Мы живое не видел. Вор, почему вы никаким его дворец не заняли и не разграбили? А побили народу? У него ничего нет. Мы не каличьем. Ну подожди, при чем? Он в власти, он, блядь, с миллионами пришел. Понимаешь? За что? Запад поднял. Давай пойдем по-другому. Только почему ты не прав? Давай пойдем по-другому. Ты, я голодный. Абазис, слушай, давай пойдем по-другому. Нет, давай это самое. Я спрошу. Давай я спрошу. Сколько ты заработал? Ноль. Я свои деньги. А какой ноль ты заработал? Слушай, давай пойдем по-другому. А почему вы думаете? Давайте сделаем иначе. Погибли люди на Майдане. Погибли люди на Майдане. Погибли. И взгляд Янукович. Подожди. Мне не надо Янукович. Я не хочу слышать. Я сегодня в России. Давай делаем это. В России сегодня приехала солдат. Что ты мне текаешь? Понимаешь? Зачем для твоей Януковича? Ну, потому что я его голосовал по-любому. Я вообще. Хочешь я тебе скажу? По-любому. Хочешь я тебе, брат, в жизни скажу? Я единственный раз в жизни проголосовал. Единственный раз в жизни. Это я проголосовал за Горбачева. Вы сейчас будете кому-то верить, кому-то не верить. Вот я перед тобой. У меня дети, я клянусь. Я не выходил за деньги никуда. Я клянусь. Я никогда ни за кого не голосовал. Единственный это был Горбачев. После этого я перестал голосовать. Я верующий человек. Я не собираюсь за деньги. Понимаешь? Это продажные скоты, которые приехали сюда за бабки. Вот эти вот ребята получают огромные деньги. Те люди, которые сейчас вас тут поклоняют. А на Майдане что? Бесплатно сказать? Я не папа. На Майдане бесплатно сказать. Смотрите, я хотел сюда сегодня с флагом приехать. Я с ним знаю, что они за деньги были там, а теперь на тебе. Они хорошие. Ты либо сам работаешь на Путина, на вот этот режим. Либо тебя просто настолько накрутили, что ты пришел сюда. Вот теперь его. Меня никто не нашел. Откуда флаги? Пойди, спроси. Это печать. Это напечатанные вещи. Откуда они взяли? Спроси у них. Они тебе расскажут. Откуда на Майдане оружие живет? Проплаченные ребятки здесь стоят. Давайте сделаем иначе. Шотер. Шотер. Светая, как ее там вообще. Да. Светая. Подожди, не черная. Ребята погибли. Давай сделаем иначе. Беркута погибли, ребята. Ты знаешь? Хоть раз Беркутов вспомнили погибших ребят. Беркута это преступники. Какой преступник? Они выполняли в Керчи, это преступники. Менты в Керчи, это преступники. Мэр в городе преступник. А ты не знаешь этого? Мэр города преступник. Это самый богатый человек города Керчи. Отобрал всю недвижимость. А вас, мать, вы самые бедные. А сейчас вы придете к нам, бля? У меня мэр в Керчи. Вы к нам придете, сейчас, бля, будете это самое. Добирать у богатых. Нет, я давай бедно. Вот поэтому мне обещают. Познакомить еще с интересными людьми. Здравствуйте. Можете ей сказать, что это оппозиция, что вы имеете? Моя позиция. Можем мы чуть отойти от этих людей, потому что они очень громкие. И нас практически просто не будет слышно. А вообще, кому я говорю? Вы говорите сейчас 912 зрителям. Это что такое? Это интернет телевидения, онлайн трансляция. Ну, что я скажу, что я против любого вмешательства во внутренние дела Украины. Мне жалко вот этих ребят, потому что я понимаю, что они, ну, выполняют присягу. То есть мне очень жалко. А скажите, пожалуйста, вы житель Керчи? Я именно житель Керчи. А что вас заставило сегодня сюда прийти? Что? Ну, во-первых, что просто внутренние вмешательства в дела нашей страны, это неправильно, я считаю. То есть, ну, во-первых, что мировое сообщество все говорит. Ну, мировое сообщество нас не спасет. Оно-то, может, и спасет нас, но как бы это мировое сообщество. Ну, ко мне пришли просто домой. Что вы бы делали, если бы к вам пришли домой, в военнослужащий? Я понимаю, что они пришли гарантировать нам какую-то безопасность русским. Я тоже, ребята, я тоже русский родился в Курской области. А кто-то их приглашал сюда гарантировать эту безопасность? Ну, вообще, вам кто-то отражал? Ну, я не приглашал. Допустим, как, наши депутаты, они не имели права такого, я думаю, как, ну, вы же знаете, как в Керчи была захвачена власть, не захвачена тоже. То есть, ну, вообще, я против себя. То есть, поэтому, я говорю, что, ну, я житель Керчи на данный момент. Хотя, бывший гражданин Советского Союза, бывший житель России, по воле судьбы я оказался здесь, по воле жителя. Ну, я против всякой интервенции, ну, против вот этого, все, что происходит. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот, видя вот этих вот людей, вот, вот эта ситуация, вам не страшно тут находиться, по своим мнениям, что вы против этой интервенции? Я говорю, что много людей на подпитке, на взводе, на каком-то, на медуз, подпитке, выпитке, просто. Ну, это их не оправа, как бы, моральное, физическое. Но, если это просто, как, ну, не наши, не жители Керчи, то я против вот этого. Это просто, ну, интервенция, я считаю, все, то есть, это, чей-то замысел, который был от самого начала. А скажите, пожалуйста, кто вы попросите? Я строитель. А скажите, пожалуйста, а вы боитесь бандеровцев? Бандеровцев? Да. Нет, у меня много друзей живет на Западной Украине, поэтому, как бы, это нормальные люди, да, чуть-чуть говорят, а не иначе. Ну, это вполне нормальные люди, адекватные. Может, есть, как говорят, семья не без урода, то есть, есть, и у среди Западной Украины есть свои радикальные, точно так же и среди России есть свои радикальные группировки. То есть, ну, я говорю сейчас не о том даже, я говорю о том, что для меня мир на моей земле очень важен, потому что это будущее моих детей, я хочу спать спокойно, потому что сегодня не стреляют, слава богу, никто не стреляет. Завтра, завтра, может что-то случиться непоправимое, и тогда будут стрелять все, и тогда не будут разбираться, ты за Россию или не за Россию, пуля, она дура, и все. А скажите, пожалуйста, вот эти вот, вот вот этих вот российских войск на территорию сейчас этих, прилегающих к военным частям, это, к чему это привело, к миру или к эскалации? Нет, это, наоборот, напрягло все общество, все суспильство, как говорят на украинском деле. А скажите, пожалуйста, вот крымский курортный сезон, как вот эти вот... Я считаю, что то, от чего мы живем здесь, в Крыму, именно от курортного сезона, основная масса людей по берегу моря, то есть они именно от этого, да и торговля живет от этого. В принципе, мы на 100% там зависть, потому что у нас никаких предприятий нету, если только как частные предприниматели. То есть, поэтому я считаю, что курортный сезон просто пропал. Скажите, пожалуйста, в прошлом году, в это время, сколько было народу в Керчи, курортников? В это время? Да. Я не могу. Но есть разница, вот год назад, 1 марта, год назад и 1 марта сейчас? Нет, просто сейчас такая ситуация, что посмотрите на улицы. На улицах, ну, если у нас вечером по Керчи, по набережной люди гуляли свободно, то сейчас, ну, я своих детей боюсь отпускать. Все, все-то нас. Потому что, допустим, мой ребенок ездил в музыкальную школу, ну, пел, да, то есть сейчас он вечером возвращается вот там домой, мы позвонили учителю, потому что там рядом в парке собираются какие-то там, эти там, ну, кто там, казаки, не казаки, то есть вот эти ребята, ну, я не говорю, что там дедушки, это такое притертое слово, то есть каждый, кто они, я не знаю. То есть неизвестные люди, но вы узнаете в них бандеровцев или нет, этих вот странных? Нет, казаки, это с Кубани конкретно, потому что очень много фактов было заснято, что, то есть после митинга, который состоялся 1 марта, да, то есть через переправу, то есть они отработали свои ребята и поехали домой. То есть на данный момент угрозу своим детям походить по ночам, вы видите, скорее от этих казаков и от этих людей похожих на ситуацию? Нет, я не говорю, что от казаков, я говорю от ситуации, которая сложилась именно у нас в Керчи, да и в Крыму, да и вообще в частности, но вот восточный регион, то есть я считаю, что только, ну... И детонатором этой ситуации стало что? Конечно, вторжение. В вторжение. В вторжение. Хорошо, спасибо большое, что вы называете эти вещи своими именами. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Николай. Николай, житель Керчи. Житель Керчи. Строитель. Бывший россиянин. Я. В душе тоже, потому что очень много родственников в Москве, я говорю, у меня было желание, сердце, думаю, ну вот-вот, чуть-чуть заработаю денег, поеду, проведу тетку в Москве, потом в Воронеже у меня две тетки, и дядьку, понимаете, ну как бы, и я не хочу, то есть я хочу спокойно ездить, понимаете, да, я не хочу, чтобы из-за вот этого всего, потому что кто-то разбирается, там, делит свои деньги, свои, там, финансовые эти самые, я не хочу, чтобы из-за этого, то есть страдал народ. Как всегда говорят, как, паны дерутся, у народа чубы трещат, это украинская поговорка, она сейчас как раз подходит. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Еще одна украинская поговорка, на мой взгляд, которая, вернее, не украинская поговорка, а анекдот, который, мне кажется, очень подходит к этой ситуации, это про наркомана, который сидит и бьет и так вот палкой по лужу. К него подходит и спрашивает, скажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь? А он говорит, я крокодилов отгоняю. И тогда его спрашивают, ну а где же, ты видел вообще этих крокодилов? А наркоманы отвечают, вот их нету, потому что я хорошо отгоняю. Так, тут у нас что? Дальше дискуссия. Я не боюсь, вот мой дом. Скажи мне, где ты живешь? Работал я, когда в твою учебу. За что тебе я работал? Ты можешь сказать, где ты живешь? Я не боюсь, что я тебе приеду с Кодлой. На Капкана. С Капкана. С Капкана. С Капкана. С Капкана. С Капкана. С Капкана. Я бы подумал, прежде чем говорить, сейчас где я живу. С волейболом в Керчине. Да, ну, совершенно. Один мужик занимался с Капканов. Мы говорили, Капкановская подача. Мы прикалывались. Я здешний. Если ты ходишь, поехали. Я знаю, что ты здесь. Почему ты не съездишь в Кодлой? Вот тебя я реально не буду. Покажи. Ни разу не езжу. Покажи. Ни разу не езжу. Что я Керчинский. Показал, что я Керчинский? Ну, я тебе показывал права. Да нахер мне ты права. Вот, покажи, что ты Керчинский. Не в жду, что ты не съездишь в Кодлой? Зачем? А что ты не съедаешь на Лунгу? Боишься? Боишься? Кого я боюсь? Боишься? С глупыми разговорами. А, с пулеметами. Ребята приехали с пулеметами. Я так упал. А ты меня это брат и друг. А ты меня это брат и друг. А для кого это? Кстати, хочу сказать, что это кофе. Кофе в этих ларьках, которые обслуживают военные гарнизоны, ужасное. Товарищи, я считаю, что первое, что должна сделать новая украинская власть, это сделать нормальные кофемашины для военных частей. Потому что журналисты с утра самого страдают. То, что вот этот молодой человек в красной шапке держит в руках, это можно назвать разве что коричневым напитком. Нет, я не могу. С первого марта вы видели? Не понял. Слушай, тут нереально просто очень громко. Дорогие друзья, если вы хотите слышать, о чем люди разговаривают, присылайте нам деньги на микрофон. Потому что, к сожалению, планшет вам ничего не передаст. Тут очень громко ведется постоянно дискуссия. Но я, честно говоря, поражаюсь тем людям, которые пришли сюда выражать свое мнение Майдане. Я тут не возражаю. Я выслушиваю мнения, я их транслирую. И абсолютно не возражаю с этим людям, с их убеждениями и так далее. А эти вот мужественные люди пришли сюда к Керчанину. Он не боится рассказать о том, что он был на Майдане, не боится тут агитировать. Я поражаюсь таким людям. И мне очень жаль, что я не могу вам его громче показать, его всей аргументации. Здесь у нас, смотрите, эта группа в полосатых купальниках все еще удивляется тому, что у меня рваные штаны. И не может, наверное, поверить, что я работаю без зарплаты. Но мы надеемся... Друзья, мне кажется, тут впечатление мы получили, а происходящее достоверное достаточно. И тут, кстати, уже собралась такая приличная очередь из машин. На этой тихой улице, где поют петухи, как-то все движение пришло. Нет, это не мой вопрос. Я плохо живу, что ты должен сделать? Первое. Мы, слава Богу, в Украине... Что ты должен сделать? Что я должен? Да. Для тебя? Да. Если я плохо живу. Володь, ну... Обожди, но тебе ответ на мой вопрос. Да. Ответ на мой вопрос. Володь. Вот тебе, например, если я вижу, что ты плохо живешь, подойду, скажу, что есть что поборать? Есть что, что выкинуть? Пусть я помочь построить. Пусть что-то перенадим. Нет, не надо, я верующих человек тебе не надо. Я так просто приведу, говорю. Хорошо. А они что делают? Они же не пришли и не спросили, что у меня есть, что у меня нет. Они говорят, вот я хочу, я тебе это дам. Володь, Володь. Как вы это не поймете? Ты вот еще рогом вот сюда, вот перед рогом, блядь, стенку бьете, а? Мне сложно говорить, ты же не слушаешь. Ну почему я слушаю? Говори. Смотри, вот у меня сейчас 30 тысяч долларов долга из-за того, что у нас, ну, менты и так работают, гаишники так работают. И кинули на бабки, очень сильно. Ты мне поможешь. Я тебе? Да. Если бы тобой когда прошу... У тебя есть лишних 3 тысячи долларов? Нету. Я тебе помогу, я тебе помогу, например, чтобы... Подожди. Ну что-то помог бы там копать, покопать, подремонтировать. Вот, помоги. Вот. Так вот, ты не можешь мне помочь, потому что система у нас такая. И я тебе... А капричок, ты сюда приехал, систему мне качал свою. Ты же ты там качаешься, метро там качаешься. Объясняю тебе. Я хочу помочь. И мы сейчас должны сгруппироваться против оккупации. Против того, чтобы у нас зэки правили нашей страной. Мы должны быть свободными людьми. А тут тебя пытаются поставить под сапог военного человека. А ты говоришь, отлично, нам так и надо. У меня свой сапог, неплохой. Да у тебя, я поменять их надо. Я поменяю, я сейчас приду домой переоденусь, поменяю, ты меня не узнаешь. Володь, давай, буквально сутки какой-нибудь наш канал без российских, все поменяю. Мне приятно слушать, что пресса имеет такую стиль. Перестань голосовать за вот таких вот уродов, которые у нас военные конфликты провоцируют. Они же хотят тоже в Осетии. Если бы ребята ответили хоть одним выстрелом, просто сравняли бы здесь все с землей, понимаешь? И у них был бы повад. Сейчас, подожди секунду, ко мне друг один приехал, у него корочка полковника, казак. Он в казаки вступил. За небольшую сумму. Он полковником стал. Например, генерала выдает Путин, а полковника можно так получить, бесплатно почти. Так вот, сюда приехали сотни этих людей, для того, чтобы делать провокации, чтобы стоять вот с такими флагами здесь. Ты опять про провокацию, а я тебе просто отвечаю. Вот, которые здесь служат, они здесь живут, в этом доме, в этом доме, живут со мной рядом. И я этим каждый день вижу, он мне приедет, я этим приеду. И это нормальные люди. Во! Ты сам ответил. Сам ответил. И ему не нужно. Ему нужно, чтобы поплатили деньги, чтобы он выполнял свою службу, и все прочее. А мы... Если у нас здесь будут фашисты, я первый вместе с тобой стану в первую черенду. Но у нас здесь фашисты только фашисты, которые... Хорошо. Объясни мне. Я бы неизвестные войска. Объясни мне. У нас больше фашистов нет. Почему? У тех дворцы, и он за меня борется, а у меня дворца нету. Я бы, например, если бы не был во дворец. Путин имею в виду или внуковик. Да при чем здесь Путин? Мы, говорю, на Украине живем. Это не Путин, Путин. А кого ты имеешь в виду? Вашу Украину. Начальство Украины. Кто и ваше? Я кричанин. В этом доме. Он не пришел ко мне, не сказал. Иди ко мне во дворец живи. Володь, отлично. Как он может за меня бороться, дворца и моим туалетом, который вы на улице стоили? Пацаны, на Майдане умерли. Это то же самое, что ты спрашиваешь. Да они глупые, что не умерли. Они жалко пацанов. Они даром у него умерли. Они верят. Они верят во что-то. Я тебе говорю. Вот эти вот тройки, вот эти тройки, ты знаешь, какой они персосы. Головы оторвать и вот так на деревьях расклеить. 25 мая будут выборы. Выбери того, кто тебе не понравится. Выберешь в следующий раз другого. Мне это нравился. Главный Морлович, что я тебе сказал? Азарову очень нравился. Это же ворюга. Он рассказывал, он же говорил, что Европа пока что выехал в Европу. Вот так, блин, мне ворю и скажи. Так давай выберем нормальных. Ну, давай. Давай выберем. Вот я тебе предлагаю. Выбери нормальных. Не зэков дважды. Так ты вот ходи и предлагай людям. Давайте не выберем этих, а выберем хороших. Возьми слова, не дайте сказать. Ты стоишь в ней, тыкаешь, мыкаешь. Я тебе не тыкаю, мыкаю. Я с тобой разговариваю. Мыкаешь, ладно. Гайрайка. Ну ты мне стоишь, тут пропаганда такая. Я тебе совсем про другое про жизнь говорю, а ты мне опять пропаганду. И я тебе про жизнь. И я тебе про жизнь. Просто если бы... Такой, про жизнь. Если ты плохо живешь, я скажу, сосед, давай, иди ко мне пожри. Если бы ты знал правду, ты бы тут не стоял. А он не сказал мне, чтобы я пришел и пожирал. Понял? Володя, понял, о чем я тебе говорю? Если бы не было российской пропаганды, ты бы тут не стоял. А мне, например, россиянин, уникады не видят. А мы что, не крымчане? У меня сестра в Аркангельске. У меня в Урманс. Пошли в магазин. Да, не, не в магазин, я домой мне надо ехать. А ты ему лопатку дай и на даче. Пусть покопает немножко, понимаешь? А то он умный такой присутствует. Пойди попробуй попробуй попробуй. Лопату, как мы с 8 лет работали. Подонок ты. Ну, догоню этого мазушек, я говорю, спрошу про мазушек. Скажите, пожалуйста, можно взять комментарий про сидящего? Потому что у меня, честно говоря, мы с Пильного Бачения, с Пильной ТВ. Меня, честно говоря, впечатлило, что вы пришли и начали разговаривать с этими людьми. Потому что, ну, мне, допустим, было страшно с ними разговаривать. И мне казалось, что это невозможно все чем-то убедить. Реально их накручивают очень сильно, российская пропаганда. Плюс вливалось в головы людей столько ерунды, столько гадости, что им перестроиться за неделю или за три дня. Это нереально просто. И, ну, понятное дело, там проплаченные казачки стоят, которые не хотят. Вот я показывал свои права, что я кельчанин. А ребята вот ходят, кто-то там раздает эти ленточки все. Это же все за бабки делать. Я хотел сегодня с флагом прикинуть. У меня нет флага Украины. Откуда здесь флаги России? Ну, это все проплаченное. Ну, я не знаю, вот не понимать это, это могут только вот кельчане, которым столько много вливали, ну, не только кельчане, крымчане. Такое сказать, что не проплачено. Поэтому, ну, и есть убежденные люди, которые очень убеждены, которые вот так вот подали к этому пропаганде. Пока вы чешетесь, мы за счет своих семей организовывали отряды самообороны. О, ну, подробнее расскажите, пожалуйста, про отряды самообороны. Об этом подробнее скажи. Расскажите, пожалуйста, про отряды самообороны, которые вы организовывали. Мы объявляли людям о том, что в случае агрессии со стороны радикальных сил, возможно... Это, подожди, это я радикальные силы? Мне сегодня наплевали на башмыки, оттолкнули, забрали у меня плакат и взорвали на части. И я, получается, радикально настроенный, а вы именно... Да, ну, это след изрядов самообороны. Скажите, вы вечно... Меня Сергей зовут, тебя зовут. Меня Леонид. Леонид, очень приятно. Круто. Я не знаю, сперчи ты или не сперчи. Я не знаю, не уверен, но... Удачи тебе, и потом, опять же, просьба такая. Когда вот эта правда вся... Когда вот эта правда всплывет, пока... А почему ты там не говоришь, что мы проплачены людей? А пошел и отдельно стал об этом разговорить. Я не знаю, я же не брал тебя за руку, ты понимаешь. Никого за руку никто не брал. Я не хотела сказать. Но я не отойди... Откуда у тебя вот эта ленточка? Это ленточка? Да. А это вот мы нам сейчас привезли активисты, которые... Которые за счет своих семей... Вот их купили. Вот тот человек, который за счет своих семей покупает вот эти вещи, это у меня большой-большой вопрос. Мне кажется, что мы как пресса сейчас реально провоцируем продолжение этой бесконечной дискуссии. Это просто невыносимо. Одно и то же, одно и то же. Дискурс просто об одном и том же. Ваши бывшие Украины, которые больше не существуют. Я надеюсь, что вы сможете сделать большую и сильную Украину со столицы в городе Львов. Будете жить счастливо. Честно? Пацаны, вы первые подниметесь, когда начнут вот те вот ребята провоцировать и убивать ваших родственников. Вы здесь первые подниметесь. Русский солдат никогда не обижал. Русский солдат никогда никого не обижал. Мы Украинцы. Пучи историю. Еще Бисмарк говорил. Не будили русского медведя. Его разбудили. Понимаете? Чехословакия, Аксетия, Грузия. Удачи. Давайте вам помню. Господи, Милосевна, как это сложно? Я вообще реально не понимаю, как вы решаете за это? Я же говорю, что людям очень долго капали на мозге. Это за один день не решается вопрос. И более того, сейчас просто не хотят даже смотреть телевидение, потому что говорят, теперь идет ложь сплошная. Раньше была вся правда. Только Пятый канал обманывал, без комментариев показывал. Это обман считается. А российские новости говорили все правильно. И сегодня продолжают правильно говорить. Весь мир удивляется, как можно быть такими шизофрениками. Я имею ввиду Путина. Но у нас это считается нормально. И любая правда, получается, что ты уже лжец, обманщик. Я тут уже проплаченным, получается, казачком стал. Но мы тоже проплаченные, оказывается. Я просто призываю Госдеп выслать мне мои деньги. Я столько можно. Я уже устала ждать. А скажите, пожалуйста, вы были на Майдане, мы говорили. Я был на Майдане. Я не ехал туда специально на Майдан. Но так получилось, что был в библейской школе там. И когда такие вещи творятся, это же история творится. Это выбор украинского народа. Это люди, которые вышли за свои убеждения. И я там был, естественно. И я очень... После 2004 года я понял, что я украинец. И я стал гордиться своей нацией, потому что это не зазомбированные странные люди, которые чем нам хуже, тем лучше. Я хочу в нормальной стране жить. Я хочу быть свободным человеком. Я хочу зарабатывать нормальные деньги. Я не дурнее, чем те европейцы или американцы. Почему я живу как... Не знаю, нищий в Америке живет лучше, чем я. Почему? Вот эти ребята, которые здесь стоят, они же не стоят здесь за то, что они тут, ну... Кто-то им денег там много заплатит. Ну, я не буду провоцировать. Удачи, всем здоровья, любви. Самое главное, чтобы у нас больше никто в Украине не умер. А я надеюсь, что убийцы Януковича и Путина сядут и сядут на долг. Хорошо, спасибо вам большое за интервью и за вашу смелость. Все, друзья, больше не обижаются, что тебя на ботинки плеют. Да ладно. Ну, действительно, это же не обидно, когда плюют на ботинки. Это так, может быть, это выражение внимания. На него очень сильно обидели. Ну, я же, о чем и говорю. Может, это вообще было даже выражение внимания или даже комплимент. Это же в разных культурах все проявляется по-разному вниманию. В вашей культуре это плюать на ботинки, это хорошо. Позор изменникам Родины. И изменникам Родины тоже позор. О, Господи. Друзья, иногда я чувствую себя сантехником, вот реально. Иногда я чувствую себя сантехником, который в этих вот, в том, в чем роются сантехники, находит иногда что-то не сантехническое. Вот. Но такая атмосфера сейчас у нас в Керчи, возле военной части. Номер, который я уже не помню, но я уже 200 раз повторила. Поэтому это военная часть пограничника. Мы видели тут положительное явление о том, что к нам вышел представитель военных официальный, дал нам интервью. Мы видели здесь некоторое количество... Спасибо. Мне нравится, что мне предлагают помощь. Спасибо, я привыкла. А вот, значит так, что мы видели? Представитель пресс-службы, вернее нет, заместитель командира части дал нам обширное интервью. Мы видели представителей пророссийских сил во всей России, то есть в разных ракурсах. Мы услышали все, о чем они думают и как они видят. А вот. И когда мы уже... Мы видели потом представителей Керченского консервного завода, который принес сюда материальную помощь в виде консервов. Вот. Причем помогать они старались и вот этому броневичку русских войск и военной части. А вот. Потом мы дождались представителей проукраински настроенных граждан. Они здесь тоже были. Были у них плакаты. Плакаты были изорваны в клочья, значит, представителями русского блока. Что у нас еще было? Была еще петиция, которую представители вот этого пророссийских граждан, они написали к военнослужащим. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Хорошо. Эта петиция была зачитана сначала военнослужащим в строю, перестроем. Потом она была передана командиру военной части для того, чтобы он смог передать ее под подпись. Это была его идея. Он сказал, напишите что-нибудь и я под подпись передам это бойцам. То есть он предложил распространить информацию. Но я уже говорила, что в самом начале своего интервью сегодняшнего дня, когда мы только приехали сюда, когда я спросила у Алексея, в чем он видит надежду для украинцев, как они могут улучшить свою жизнь, он сказал, пускай читают. Я считаю, что вот сейчас он в действии, значит он совершил прямое действие. Он заставил этих людей писать. Я думаю, что от этого следующим шагом может быть еще и чтение. Может быть они у них будут читать, пристанут смотреть телевизор и их жизнь улучшится. Понимаете, невозможно реально выключить камеру. Постоянно хочу трансляцию прервать и перейти к чему-то другому. Но тут постоянно что-то происходит. Вот, например, привезли ведро тюрки. Или это кирка. Или тюрка. Вот это да. Класс, никогда не видела. А скажите, это местная рыба, керченская? Круто. Я не знала, что тут такое растет. Ну то есть, смотрите, в разных видах приходит материальная помощь. Я так понимаю, что в Украине оказывать материальную помощь это традиция. Майдан так Майдан. Значит, противостояние под военной частью так противостояние под военной частью. Сразу же начинается кеттеринг и так далее. Единственное, что я хочу сказать, что кофе здесь ужасный. И люди курят. Я призываю людей бросить курить, смотреть спиль на ТВ. Мы сейчас найдем еще что-нибудь интересное. Потому что нам рассказывали, что в эту минуту в Феодосии под военной частью где нет спиль на ТВ. Там куда горячее. Я боюсь сейчас делать прогнозы относительно того, куда мы поедем, потому что постоянно они у меня не оправдываются. Поэтому я просто пообещаю вам, что мы покажем вам из горячих точек Крыма правду, как нас тут призывают со всех сторон. Оставайтесь с нами. Довица думает идея. Это была Лидия Гузова для спильной ТВ.